Всем привет! Новое видео на канале и это hands-on, условно говоря, первый в России на конкретно эту модель Бука. Это у нас Mishreva, такой именитый сейчас известный китаец, 16 дюймов, проц i5-13500H, карта 4050, оперативка DDR5, 4800 частоты, естественно, в двухканале. И, собственно, распаковка. Все поставляется в такой транспортировочной упаковке, потом сама коммерческая упаковка. Внутри у нас вот такая коробочка, здесь у нас находится вот такой вот 240-ваттный блок питания. В комплекте также у нас, прямо в комплекте, в комплекте мышка, коврик. Это мышка моя для тестов. Документация, мягкая тряпочка, где лежит непосредственно сам бук. Сразу проверяем по тест на MacBook, проходит он или не проходит. Пожалуйста, уже установлена и активирована винда. Дальше. Экран 240 Гц, собственно, визуально выглядит следующим образом. Здесь установлена у нас эта транспортировочная штучка. Клавиатуру на английском языке, она можно сделать в гравировочку. Или учим слепую печать, либо наклеечки, либо еще как-то. Клавиатура у нас с подсветочкой. Подсветка RGB настраивается через Control Center. Скорее всего, Control Center дополнительно устанавливается. Кнопки питания, кнопки включения. Именитые все эти наклеечки, которые по факту надо снимать. Что у нас по тачпаду? Тачпад у нас пластиковый. Итак, тачпад у нас, в принципе, средних размеров. Не сказать, чтобы маленький, не сказать, чтобы супер большой. Экран у нас 16 дюймов. Это IPS-матрица. Глянец. Не знаю, к счастью или к сожалению, 240 Гц. Сейчас я зайду в настроечки. Посмотрим у нас, что по характеристикам. Собственно, чтобы вы мне не сослов увидели это на экране. Вот такие вот характеристики. 13500H. 16 гигов. Собственно, мобильная карта 4050. В диспетчере устройств. Видеоадаптеры. Пожалуйста, присутствуют. Это не обзор. Это хендзон. Прогнали непосредственно несколько тестов. Тесты 4Mark. До хера кадров. Можно сейчас даже запустить и посмотреть. Так, не параметры нам. А вот непосредственно. Так, все. Тут прям. Го. Пускай будет такое расширение. Разрешение. Кадров столько. Температура такая. Карта греется в среднем до 77 градусов. Это нормально для ноутбука. По портам. Пока идет тест. Вентиляционные отверстия. USB-A. Третьего поколения. Для карточек. Памяти. Слева. 1 USB-A. Микрофон. Динамик. Вот пошел шум, кстати. Тут и здоровый шум. И сзади у нас разъемчики Type-C, DisplayPort, Ethernet и питание. Собственно, вот так вот. 77 градусов. 78. Здесь жарко. В общем, даже уже 79 пошло. В общем, пока результаты такие. Ну, в принципе, я думаю, что на этом как бы все. Потому что 180 кадров более чем. Можно Full HD включить и будет, я думаю, примерно плюс-минус здесь. Здесь кнопки управления определенным типом питания. Сейчас максимальная производительность. 80 карт о формарке. Плюс-минус надо смотреть по настройкам. Вот такой вот хендзон. Что вас ожидает? Магниево-алюминиевый сплав. Вроде как и пластик, и не пластик одновременно. В общем, надо смотреть. 81, 82. Смотреть еще по энергопотреблению как бы карты. В принципе, шум есть, но шум небольшой. Не жужжит, как вентилятор. Собственно, вот такие вот у него характеристики. Чтобы вы понимали, знали, что вас ждет, эта модель будет в названии видео. То есть, я не видел на YouTube, чтобы ролики были, что вас ждет при покупке данного ноутбука. В принципе, ну это все собран он знатно. Давайте посмотрим по вентиляционным решеточкам. По вентиляционным решеточкам у нас вот так вот все. Более чем достаточно, хорошие такие ножки. Как будто бы тест на резинке, да? Как будто бы на резинной эластики стоит. Здесь, соответственно, так. Ну, на самом деле, это пластик. Пластик. Написано, что авиационный алюминий, но это пластик. Крышка, скорее всего. Крышка холодит, скорее всего, алюминиевая. Здесь вот такие вот порты. Экран 2,5К. 240 Гц. В общем, как-то так. Вот что вас ждет при приобретении данного товара. Спасибо за просмотр. Спасибо. Подписывайтесь. Все ссылки полезные, как, что и где приобрести. Данный ноутбук тоже будет со временем продаваться. Тоже, если что, по самой вкусной цене в России. Обращайтесь. Все отправлю. Сделаю по красоте. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока-пока.